Здравствуйте дорогие друзья! Подводя итоги голосования, проводившегося на канале после выхода фильма про Лужецкий монастырь, имеем следующее. Более половины проголосовавших высказались за подробный отдельный фильм по каждому храму. Более трети голосовавших высказались за один общий обзор всех храмов одним фильмом. И десятая часть зрителей считает, что нужно двигаться дальше и не тратить время на храмы, так как и так все ясно. В сложившейся неоднозначной ситуации, считая правильным предложенный в комментариях вариант, сделать по одному подробному фильму на самой примечательной храмовой постройке, скажу заранее таких будет четыре, и на все остальные сделать общий обзор уже одним фильмом. Также в этом обзорном фильме постараюсь ввести в одну таблицу различные параметры всех обследованных храмов, в том числе и тех, про которые уже вышли в фильмы ранее. Итак, сегодня первый из этих четырех храмов, про которые хочется рассказать особо. Поездка к нему состоялась в июле 2018 года. Храм расположен в селе Пришня, Тульской области, и называется Церковь Георгия Победоносца. Этот храм выполненный в так называемом готическом стиле. Официальной информации по нему немного, и вся она, так или иначе, копирует содержание уже известной нам книги «Приходы и церкви Тульской пархии. Извлечение из церковно-приходских летописей» издания Тула 1895 года. Тогда к ней напрямую и обратимся. Кратко официальная историческая справка. Село Пришня расположено на возвышенном месте, в окруженном оврагами, поросшими кустарниками, в 15 верстах от станции Ясинки, Московско-Курской железной дороги, от Тулы в 40 верстах, от города Крапивны в 10 верстах. Относительно названия и происхождения этого прихода не сохранилось никаких достоверных сведений. Кроме села, приход составляют следующие селения. Истребцовка, Московские выселки, Каменка, Натальевка, Владычина, Кучина, прихожан мужеского пола 1174 человека и 1182 человека женского пола. Прихожской храм каменный во имя святого великомученика Георгия Победоносца с пределом во имя преподобного Григория Дикаполита. Этот каменный храм построен в 1853 году старанием умершей помещицы Елизаветы Хлоповой с помощью доброходных дателей, вместо бывшего дотали деревянного храма, построенного в 1782 году, который за ветхостью был уничтожен. Все иконы и вообще церковный утварь из деревянного храма перенесены были в новый храм. С самого начала своего строения храм не подвергался существенным перестройкам. Происходили ремонтировки только внутри храма. К наиболее замечательным иконам всем храме относятся. Находящаяся над царскими вратами икону Успения Божьей Матери с частицей мощей святого Федора Трихины. Нерукотворный образ Спасителя. Животворящий крест с частицей мощей многих святых и частицу святого древа Креста Господня. И резное изображение главы Иоанна Крестителя, на поклонение которой 29 августа сходится много паломников. В пользу храма есть капитал 300 рублей. Принч состоит из священника и псаломщика. Он получает проценты с капитала 532 рубля. Землеусадебная 1 десятина 300 сажень. Пахотная 31 десятина 2204 сажень. Синокосной 2200 сажень. И неудобные 2 десятины 96 сажень. С 1891 года существует в селе Земская школа. Конец краткой официальной исторической справки. Тут хочу обратить ваше внимание на три очень важных факта. Первый. Год строительства каменного храма 1853, то есть это середина 19 века. А когда образовалось само село, как и собственно приход в нем, опять неизвестно. Второй момент. Согласно официальных данных, храм не подвергался существенным перестройкам. Происходил только ремонт внутри храма. Вот это мы с вами и увидим далее. Третий момент. Общее число прихожан более двух тысяч. Как они умещались в этом храме во время праздничных богослужений? А теперь давайте посмотрим на сам храм. Точнее на то, что от него осталось. Сразу бросается в глаза, что основное здание храма имеет арки окон в готическом стиле. Хотя арки у колокольни и даже внутри храма в традиционном полукруглом стиле. На первый взгляд может показаться, что как основное здание, так и колокольня стоят на фундаменте изрованных правильных каменных блоков. Однако, если присмотреться внимательнее, то видно, что каменные блоки это всего лишь внешний декор. Поверх кирпичной стены, уходящий вниз. То есть фундамента как такового мы не видим. Также не видим никакой гидроизоляции. Тема гидроизоляции и псевдофундаментов уже неоднократно поднималась на канале. В других фильмах про храмовые постройки и везде мы видим одно и то же. Нет гидроизоляции, а вместо фундамента камень, выложенный поверх кирпичной стены в качестве декорации. Причем, обратите внимание, камень внизу колокольни, вот в этом месте, как будто срезан. Следы есть, типа как от болгарки. Внутри колокольни мы видим квадратные отверстия, похожие на закладные для стропил. Причем, некоторые выдолблены уже в готовой стене, а некоторые выполнены сразу при постройке. Что интересно, отверстия, сделанные при постройке, находятся на высоте моего живота, иногда чуть выше, но никогда не имеют ответного отверстия в противоположной стене. А вот выдолбленные отверстия всегда идут парами по обеим противоположным стенам. Также штроба для помоста явно выдолблена. Дверных петель на нижнем ярусе колокольни нет. А вот здесь вообще нет никаких дверных петель на этой двери. Арочный свод нижнего яруса колокольни не имеет самой колокольни никакой перевязки. Явно выложен отдельно от всей колокольни и возможно, что гораздо позже. Это изначально полукруглое окно сделали круглым, просто разбивая стену вниз. Изнутри это четко видно. Сама колокольня внутри имеет копоть, причем снаружи копоти нет. Возвращение. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Из стены колокольни торчат железные стяжки Точнее остатки стяжек Снаружи видны ровные квадратные отверстия в стене колокольни Похожие на закладные для стропил Но что интересно Не очень высоко от современной поверхности земли Кстати Вход в колокольню выполнен очень высоко Даже для современного уровня грунта Причем это не переделка из окна Это именно изначально дверь На самой колокольне снаружи При постройке Выполнены вертикальные штробы Видимо для связки стен при последующем строительстве Но этими штробами Почему-то не воспользовались Пристроена позже стена Стоит рядом со штробой Интересно почему? Что характерно Такие же штробы есть Как с восточной Так и с западной стороны колокольни То есть В противоположную сторону От основного объема Храм планировали расширять еще больше Кстати Южнее колокольни В земле виден Какой-то фундамент Или остатки стены То что эта стена пристроена Не вызывает никаких сомнений Так как ряды кирпичей Не совпадают Помните В официальной информации Говорилось Что цитата Храм не подвергался Существенным перестройкам Происходили ремонтировки Только внутри храма Конец цитаты Вы видите своими глазами Неправду официальной информации Эту стену Которая слева Пристроили к основному зданию храма Уже после постройки Потому что Если бы это выполнялось В одном технологическом цикле То не только бы ряды совпадали Но и была бы перевязка кирпичей Далее Обратите внимание на насечки на стене Как вы думаете, друзья Для чего они? Для штукатурки? Ну в смысле Чтобы держалось крепче Не отходило? Или что-то сбивали? Сбивать могли опять же штукатурку Так или иначе Это следы того Что была внешняя отделка Однако На соседней пристроенной стене Нет таких насечек Насечки есть только На основной стене храма И уходят за эту пристроенную стену То есть стену пристроили Намного позже Постройки основного здания Настолько позже Что стену успели построить Оштукатурить А потом еще Сбить эту штукатурку И только после этого Пристроили боковую стену Логика нам говорит Что насечки Предназначенные Для лучшего сцепления Штукатурки Мастера Нанесли бы на обе стены Обратите внимание На кладочные швы Они не расшиты Значит При постройке Уже предусматривалось Что на этой внешней стороне Будет штукатурка Или какая-либо Декоративная отделка А вот изнутри храма Эта же самая стена Имеет как раз Расшитые швы Значит Штукатурка Либо отделка Изнутри Не предусматривались Давайте еще раз Посмотрим на дверь В сам храм Мы видим Огромные дверные петли Вставленные в камень Такая петля Выдержит Огромную массивную дверь Готическая арка Сверху Переделана в обычную Но это может быть Как и Более поздняя переделка Так и просто Разгрузочная арка Поверх дверной Кладка основного здания И колокольни Выполнена На известковый раствор При этом Кладка кирпича У колокольни И основного здания Отличается Как отличается По виду И сам кирпич У здания Был нижний этаж В настоящее время Уже практически засыпан По крайней мере Залезть туда Невозможно Штроба в храме Для дымохода Обратите внимание Она Выголблена То есть Изначально Причем уже как всегда При постройке Отопления Предусмотрено Не было Также здесь Мы снова Видим стяжки Эти стяжки В храме Вовсе не шины Заземления И к атмосферному Электричеству Не имеют никакого Отношения Во-первых Эти стяжки Не имеют выхода Наверх А во-вторых Внутренние арки Сделаны гораздо Позже самого храма При переделке Не нужно иметь Семи пядей во лбу Чтобы увидеть Что арки Заложены кирпичом Худшего качества Чем внешняя стена Кладка Внутри храма Не имеет перевязки С основной стеной Выполнена В традиционной Полукруглой манере А не готической Как внешние стены И в кладке Используется Много пережженного И оплавленного Кирпича В отличии От основной стены Такое ощущение Что арки Закладывали Уже бывшим В употреблении Кирпичом Что собственно И не удивительно Также Швы На арках Не расшиты Совсем При этом На основной стене Рядом Швы Расшиты Очень аккуратно Таким образом Изначально Этих арок И стяжек Не было Было пустое Пространство Возможно Были колонны На остатках Которых Позже При переделке Сделали Эти арки В одну Из арок Через один Уложен Оплавленный Кирпич А потом Заштукатурен Шутка Строителей Или такой Дизайнерский Ход Этот кирпич Оплавлен С нескольких Сторон Как минимум С двух И это четко Видно Вот тут Он действительно Оплавлен При обжиге Или пожаре Пример Использования Оплавленных Кирпичей При строительстве Храмов Мы уже встречали В одном Из храмов Во время Экспедиции На красивую мечу В 2018 Друзья Кто еще Не смотрел Посмотрите Обязательно Тогда После выхода Фильма Некоторые Зрители В комментариях Упорно Забалтывали Основную Тему Фильма Переводя Разговор На оплавленные Кирпичи И пытаясь Доказать Что они Оплавились При обжиге Повторюсь Еще раз Кирпич Оплавленный При обжиге Будет Оплавленным С нескольких Сторон По одной Простой Причине Срез Укладывают В штабель С отступом Друг от друга Чтобы кирпич Равномерно Обжигался Со всех сторон Если случится Превышение Температуры То оплавление Произойдет Так же С нескольких Сторон А не С одной А в том Случае Как раз Кирпич Был оплавлен Именно С одной Стороны А вот Сейчас Как раз Мы видим Оплавленный Именно При обжиге Кирпич Разница Между Этими Случаями Огромна Поэтому Не нужно Валить Все В кучу Но Идем Далее Арочные Окна На обсиде В готическом Стиле Но это Бывшие Двери Или Большие Окна Четко Видно Что Они Заложены Снизу Ориентация Алтаря На северо-восток Красная Стрелка Компаса Указывает На север Видно Смещение Примерно 30 градусов Ворота Ну Это Новодел Они пробиты Из трех Арочных Окон Кстати На фронтоне Окошко Или рамочка Тоже готическое Итак Подытожим Первое Официальная информация По зданию Скудна И мягко говоря Не совсем правдива Второе Здание храма Было Оштукатурено Снаружи Но впоследствии Штукатурка Была сбита Внутри Штукатурки Изначально Не предусматривалось Третье Здание храма Точно Перестраивалось Внутренние Арки Со стяжками Выполнены Позже Внешних Стен Четвертое Колокольня Так же Переделывалась Сделано Круглое Окно Выложен Купол В нижнем Ярусе Пробиты Некоторые Закладные Пятое Колокольня И здание Выполнены В разных Стилях Шестое У храма И колокольни Нет гидроизоляции И не видно Фундамента Седьмое Под зданием Есть нижний этаж Восьмое Возле колокольни Видны остатки фундамента Или стены другого сооружения Друзья Выводов сейчас я никаких делать не буду Данный фильм Это информация К размышлению О нашей истории Ее официальном толковании И о том На что обращать внимание Если вам попадется Интересное старинное здание Предварительные выводы Будут сделаны В обзорном фильме Про храмы 2018 года На этом я с вами Не прощаюсь Впереди еще много Загадок Требующих вашего внимания Благодарю вас За участие в исследованиях Всего вам доброго До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok